Воскресенье 11 декабря 2021 года по приглашению заместителя начальствующего епископа РосХВЭ по Уральскому федеральному округу Республики Крым и городу Севастополь, епископа Сергея Лавринова, Тюмень посетил баптистский проповедник и миссионер, профессор миссиологии Южного Африканского университета Йоханна Сраймер со своей супругой Корнелией. Будет служение проводить Йоханна Сраймер, вот к чему мы очень рады, потому что сейчас иностранцы фактически не приезжают, а он приехал с супругой. Йоханна Сраймер, это другими словами Иван Иванович Раймер, его жена Камбелева, говорили вам приветствую. На воскресном богослужении он произнес проповедь, в которой рассказал о том, как оставаться молодым в Боге. Мы ранее публиковали эту проповедь целиком. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Друзья, большой-большой вам привет. Я приехал сюда с Германии, где я сегодня живу, но я являюсь одним из руководителей Всемирного Ивановского Альянса. Я не знаю, насколько вы понимаете, что вы являетесь частью большой семьи. И вы знаете, сколько нас всего в мире? Один миллиард. Это каждый седьмой человек в этом мире. И вот я хочу с вами поговорить о том, как стать молодым, как стать христианством молодым, где нам возобновить наши силы. После собрания Йоханнас помолился за исцеление одного из братьев и пообщался с прихожанами. В нас достаточно Бога. Когда слишком много человечиной пахнет, то мы еще способны писать какие-то симфонии. Мы сами ничего от этого не имеем. Давай, брат. Не менее насыщенным оказался и второй день пребывания в Тюмени. Вместе с сопровождающим его в поездке генеральным секретарем Российского Евангельского Альянса Виталием Власенко, Йоханнес Раймер принял участие в заседании Совета Христианских Церквей Тюменской области. Он рассказал о принципах Всемирного Евангельского Альянса и о проектах, которые он курирует лично. Затем ответил на вопросы собравшихся. Какая правозащитная деятельность в местах, где гонят христиан, осуществляется Евангельским Альянсом? Там, где гонения на христиан, происходит следующее. Зачастую у них правозащиты в стране в самой нет, потому что страна не допускает этих вещей. Эта информация доходит до регионального альянса. И в региональном альянсе, а потом во Всемирном Евангельском Альянсе у нас большая структура называется Global Advocacy – правозащита христиан в мире. И ваша проблема, она обсуждается в этом комитете и идет на ООН или на Евросоюз, или куда бы она ни шла. Мы передаем эту информацию прямо в центр и надеемся в разговоре с политическими кругами, всемирными кругами, надавить на правительство, надавить на местные органы. В совершении была проведена социометрия и вывали на кандидаты, кто мог бы представить Евангельское сообщество Тюменской области на межрегиональном уровне. Ну, кстати, вот сюда его, ну, повторение не пришлось, повторение на его имя, но здесь есть… Ну, как работает, так что вы? Нет, здесь есть он, он есть и там, и там. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы сделали так, подвели лидеров в этой группе, отдых, и вот лидеров в этой группе, наиболее обладающих компетенциями, это вот Сергей Лавринов. Окончилась встреча совместной молитвой. Мы хотим еще раз сказать, что ничего не хотим делать сами, если ты нам не скажешь, и что больше всего мы хотим на свете исполнить твою волю. После чего мы попросили участников поделиться с вами впечатлениями от встреч. У нас работает Совет Христианской церкви, может быть, это объединить именно во Всемирный Евангельский альянс, будет здорово. Надо просто развивать, работать, сотрудничать. И вижу, что это как очень интересный инструмент, который позволит распространить дальнейшую нашу деятельность не только в рамках нашего города, но распространить ее и за пределами. По той причине, что где-то могут быть ограничения, но эти ограничения могут быть сняты из-за того, что мы выходим за пределы наших местных религиозных организаций. Встреча мне вообще нравится все, что связано с единством. Я очень люблю, когда мы говорим о единстве, и не просто говорим, когда мы собираемся, действуем, двигаемся в единстве. Потому что вот сегодня я узнала цифру о том, что 190 тысяч разных конфессий. Я подумала, ну то есть, это же надо придумать 190 тысяч отличий. Я не понимаю, если честно. Но мы действительно люди умеем походу разграничиваться. И когда есть вещи, которые объединяют, это очень хорошо. Я так рад присутствовать здесь. Спасибо вам за эту организацию, за то, что вы делаете. Я знаю, это еще выйдет, но еще больше, больше это принесет плода. И мы все, как евангельские христиане, будем вместе служить Богу и делать плечом к плечу одно дело. Мне сегодня понравилось мероприятие именно тем, что было структурировано четко и понятно расписано, во-первых, работа непосредственно Альянса, сфера влияния, открытые перспективы, которые зачастую даже хочется видеть, а они, оказывается, есть. И это вдохновляет, что христиане могут так работать. Плюс вдохновляет то, что уже какие-то именитые были названы организации, компании, структуры, допустим, Молодежмиссия, все это, оказывается, уже входит в этот Альянс. И мне это сильно понравилось, потому что ты понимаешь, что есть большое единство за всеми этими структурами, которые сегодня и так эффективно работают. Мы на протяжении 17 лет уже совместно работаем с другими конфессиями, динаминациями нашего города. У нас выстроены очень хорошие, теплые взаимоотношения на протяжении всех этих лет и не только между друг другом. Эти отношения выстроены также с органами власти, самоуправления. И отличная работа налажена с Комитетом по делам национальности города Тюмени и Тюменской области. Вот. И хотелось бы, чтобы эта работа проведена за все эти годы. Мы сегодня услышали отклик в выступлении вашим. И верим, что если сотрудничать в дальнейшем с вами, у нас будет еще больше возможности влиять на этот мир. Еще больше взаимодействовать с другими, может быть, не только Тюменской области, областями, но и регионами нашей страны. И делать еще больше возможностей для того, чтобы достигать людей Евангелием. Ну и, соответственно, выстраивать с органами власти и показывать этому миру любовь Христа, являть Христа для этого мира. Евангельский альянс в России существует уже два десятилетия. Однако реальной работой он стал заниматься с приходом новой команды. Какие перспективы открываются перед участниками этого движения, мы увидим в скором времени. С вами был канал Взгляд с Небесный. Подписывайтесь на него, распространяйте ссылку на это видео, поставьте лайк и напишите комментарий. А также поддержите нас пожертвованиями. До новых встреч!